В современных семьях вопросы воспитания детей ложатся в основном на материнские плечи, а отцы зачастую выступают в роли добытчиков. Однако в одинаковой степени с мамой нужен своему ребенку и папа. О том, насколько важно участие обоих родителей в воспитании и развитии малышей, говорили на республиканском семинаре-тренинге, который состоялся на базе «Еслисада» номер 10. С подробностями Анна Янович. Проект «Ответственное отцовство», о котором шла речь на семинаре-тренинге, разработан общественным объединением Белорусская лига родителей и педагогов «Крок за кроком» около 10 лет назад и носил название вместе с папой Тутбай. На протяжении этого времени его содержание и смысловая нагрузка менялись, и сейчас проект направлен на предупреждение насилия в семье. К сожалению, эта тема остается актуальной и требует внимания к себе. Не потому, что папе хочется наказать ребенка, а потому, что он не знает, как по-другому можно поступить. Вот оно как раз это ответственное отцовство, когда папы не просто папы, а ответственные отцы, когда они, пройдя через этот проект, начинают вполне осознанно понимать, кто такой папа, и что он должен для своих детей сделать, чтобы они выросли настоящими людьми. Общественное объединение «Белорусская лига родителей и педагогов» занимается методическим сопровождением учреждений образования, в которых реализовывается образовательная программа «Шаг за шагом». Мы входим в международную ассоциацию «Step by Step ISA» по-другому называется, со штаб-квартирой в Голландии. Входит более 60 стран. Проект «Ответственное отцовство» в каждом из учреждений реализовывается по-разному. По инициативе Белорусской лиги родителей и педагогов «Пинский яслисад номер 10» на протяжении вот уже трех лет участвует в международном проекте «Школа активных отцов». Наше название образовательной программы – «Академия отцов» по утверждению самих родителей. Участие в «Академии отцов» дает родителям возможности паритетного воспитания детей, повышать свою культуру психолого-педагогическую, дает возможность делиться семьям позитивным опытом семейного воспитания, в тренингах, в игровой форме, переосмыслить свою роль в семье, в воспитании ребенка и развиваться как родитель. В первое время выстроить нормальные взаимоотношения с отцами было сложно. Те игры и упражнения, которые изначально были предложены проектом, на менталитет наших мужчин не совсем ложатся. Коллектив учреждения пересматривал методы и приемы работы. На данный момент уже сложилась система работы, которая именно адаптирована к нашим отцам. Отцы охотно участвуют, они видят результат, дети гордятся участием родителей в этих проектах, потому что после тренингов, семинаров родители участвуют вместе с детьми, сами организуют проекты, совместную деятельность. Собственным опытом работы в рамках проекта «Ответственное отцовство» коллектив 10-го «Еслей сада» делился с психологами, социальными педагогами, воспитателями, которые съехались в Пинск со всей республики. Надо сказать, что это учреждение образования считают образцовым не только в Пинске. Самое важное, наверное, на протяжении многих лет сохранять вот эту динамику, интерес у сообщества и быть нужным и важным своим детям, родителям, тому сообществу, которое вот в городе, в республике. Мы всегда пользуемся идеями этих замечательных, талантливых людей, этих педагогов. Мы здесь все время черпаем энергию, задумки, делаем что-то новое благодаря тому, что мы общаемся с такими замечательными людьми, с таким шикарным коллективом, который позволяет нам двигаться тоже вперед. У них очень интересные традиции. И эти традиции, самое главное, это не что-то застывшее, а развивающееся явление, которое наполняется инновациями, которое наполняется каким-то интересным новым содержанием. Поэтому с ними интересно дружить, интересно сотрудничать. В рамках семинара тренинга состоялись также мастер-классы с участием родителей. Ведь именно демонстрация своих собственных наработок в рамках проекта помогает наилучшим образом показать, как он работает. Субтитры создавал DimaTorzok